Виновником появления праздника, казалось бы, в обычный будничный день, стал фестиваль Лиги Кавказской ВН. Любители посмеяться собирались задолго до начала мероприятия во Дворце культуры и спорта. Команды не обманули ожиданий своих поклонников. Стандартная такая ситуация в любом городе России. Очень крутые парни ждут своего кореша в тачке. Вот так 15 команд просто взрывали зал от смеха. География участника весьма обширна, начиная от Ставрополей, заканчивая Москвой. Названия команд тоже весьма оригинальные. Академия кавказцев, дамбайские дети, добрые люди и даже парацетамол. Вопрос, почему парацетамол? Ведь мы не представляем медицинский вуз, мы не представляем фармацептическую организацию. Но зато мы представляем строительный факультет. А на стройке, как правило, может произойти всякое. В новый сезон игры в жюри пригласили весьма именитых гостей. Гедемина Старанда, солист Большого театра. И любимец многих Арарат Кищан, звезда сериала «Универ». Актер в роли Майкла шутил буквально всю игру. Сразу понятно, не зря Старанду пригласили сегодня. Хорошо, передает микрофон. У всех команд был свой особенный юмор. Но объединяло всех участников общее – любовь к ВНУ. Не только на игре, но и в жизни. Я очень люблю шутки, в которых отражается что-то знакомое, что-то то, что ты встречаешь в обычной жизни. У многих команд был дебют на сцене. Волнение перед игрой прямо зашкаливало. Но не вытесняло главное – желание выиграть. Конечно, немного хочется ужасно поиграть. Волновались не только участники, но и зрители. Болельщики активно поддерживали свои любимые команды. Для многих в зале КВН давно стал образом жизни. КВН для меня – это всегда юмор, всегда какая-то правда, показанная через юмор и какая-то, возможно, своеобразная школа жизни. Победила команда Академия кавказцев. Но остальные участники не расстроились. Все они проходят в следующий сезон. А это значит, что их мастерство и искрометные шутки зрители увидят уже скоро. Ирина Милованова, Иван Дуцинов, АТВ Ставрополь.